Казань В этой неделе правительство разрешило работу с определенными ограничениями, храмом, фитнес-центром, сауном, некоторым торговым центром, рестораном при отелях. А главное, отменило требования обязательной двухнедельной самоизоляции для приезжающих из других регионов. Здорово, что мы есть, что мы открылись, что у людей есть возможность приехать. Да, есть маски, есть перчатки, есть соблюдение некоторых других психологических норм, но они такие нормальные, абсолютно выполнимые. А чай какой у вас уже нет? У нас чьи разные. Для Раушани и Дмитрия Полосина, основателя музея Чак-Чака в Казани, этот вынужденный простой стал настоящей мукой. Формат музея уникальный, здесь нет привычных экспонатов за стеклом. При этом каждая вещь имеет свою историю, ее можно потрогать руками, попить ароматного чая из Чак-Чаком и местной пастилой и окунуться в атмосферу древних татарских традиций. В тот самый высокий сезон здесь принимали до 35 туристов в час. Сейчас нет никого, почти никого. Недавно пришел первый турист из Воронежа, ему радовались как самому дорогому гостю. Он приехал сюда, выбирал между Сочи и Казанью и приехал вот ведь в Казань, и это очень как бы приятно. Приезжала семья, одни живут в Оренбурге, ну как бы так разъехались, другие в Казани, а третьи вообще в Австралии. То есть и вот в Оренбурге и в Австралии знали, что есть музей Чак-Чака в Казани, а вот местные, например, не знали. Они сначала пришли такие, типа, что вы нам расскажете про Чак-Чак? Тем не менее, именно недоверчивые, поначалу посетители из Казани, со слов Дмитрия, затем становятся самыми преданными гостями и даже друзьями. Такой вот парадокс. Живя в самом красивом старинном городе в стране, мы реально мало что знаем о нем как об историческом, архитектурном и туристическом центре. Досадную оплошность помогут исправить пешие экскурсии по столице. Проводятся они почти каждый день, вечером. И в этот период стали прекрасной альтернативой походам в кино и театр. Ведь туда сейчас не попадешь, а тут и познавательно, и бюджетно. Это и модерн Казани, и парки-скверы, и женщины Казани, и арский некрополь, экскурсии по арскому кладбищу, и кованая Казань. И, конечно, эти экскурсии у нас пользуются спросом. Пользуются спросом у самих казанцев, что, наверное, неудивительно. Жители столицы также устали находиться дома, соскучились по прогулкам. Именно казанские пока еще ручейки туристов могут стать потоками, к которым присоединятся и жители других городов и районов Татарстана. Для них Государственный комитет по туризму предлагает целый пакет программ лояльности. Предложения действительно весьма заманчивые. Скажем, программа «2 плюс 1» или «3 ночи по цене двух». Две ночи человек оплачивает, третью ночь предоставляется бесплатно. На любое количество ночей, когда заезжают гости, дети проживают до 12 лет бесплатно. И все гости получают бесплатную пешеходную обзорную экскурсию по Казани. Или еще одна программа называется «Тысяча и одно удовольствие на выходные». Звучит, как в сказке, и предложение реально сказочное. Это поездка в какое-то конкретное место в нашей республике. Ну, например, сейчас есть Елабуга, есть Болгар, есть Камское устье, есть Чистополь. Суть следующая. Человек оплачивает стандартную стоимость, фиксированную, это 2200 рублей. И в эту стоимость ему входит одна ночевка в гостинице, в том месте, куда он приехал. Два обеда в день приезда и в день отъезда. Один завтрак и две экскурсии на той территории, куда он приехал. Около ста человек за пять дней забронировали по разным направлениям вот эти туры. Мы очень рассчитываем на горожан, которые пойдут на те экскурсии, которые мы сейчас уже предлагаем. В те музеи, которые сейчас уже открыты. И, конечно, с большим нетерпением ждем открытия летних веранд. Долгожданное открытие летних веранд произойдет уже на следующей неделе. Приятная для всех новость подоспела, можно сказать, по ходу подготовки репортажа. Соответствующее постановление правительства – результат кропотливый, слаженной работы самих рестораторов с руководством управления распотребнадзора и мэрии. Наверняка с воодушевлением новость воспримут и сами татарстанцы. Все-таки согласитесь, перекус на бегу, на лавке, в парке или на улице – это не выход. Рестораны Казани, можно сказать, на низком старте. Приготовили массу вкусных и интересных предложений. Было заявлено около 60 ресторанов города, 25% скидка на те обеды, которые будут предлагаться на летних верандах, у которых есть они. Конечно, мы сделаем интересные программы. Сейчас, допустим, мы готовим к запуску республиканский Никах-центр. Мы делаем сейчас музей Никаха. Сейчас все выгорит, а вот кто-то, как фениксы из пепла, будут восстанавливаться, возрождаться. Из пепла возродятся самые сильные заведения с продуманной концепцией и качественной кухней, считает ресторатор Равеля Шайдулина. Для клиентов это даже хорошо. Равеля Шамильна вспоминает, как сама проходила кризисы и потрясения. Всегда выручала накопленная подушка безопасности и грамотная политика привлечения клиентов. Говорит, в один из таких кризисов она продавала свою знаменитую пиццу даже ниже себестоимости. Опай, опай, она мне говорит, опай, ты что? Ты что? Что творишь-то? Я говорю, подожди. У меня очередь стояла на улице, потому что дешево, вкусно, сытно. И все, деньги кончились, я стала поднимать чуть-чуть. И в течение двух месяцев у меня все это вернулось, и клиенты два раза больше стали. Пожалуйста, вот антисептики, водитель каждый круг, когда уже приезжает с туристами, заканчивает маршрут, обрабатывает весь автобус. Все эти меры по безопасности клиентов выполняются беспрекословно и моментально. Так все соскучились по работе и туристам. Рассказывает нам организатор поездок на знаменитом двухэтажном автобусе Музафар Сабержанов. Да, пока выглядит все немного необычно. Из 53 мест для гостей сейчас могут быть заняты не больше 18. Но разве это так важно, когда просто есть возможность работать и доставлять радость людям? Ну, надеемся, что хуже уже не будет. Вот это вот дно, надеюсь, что все прошли. Это дно? Ну, дно, да. Дно казана? Дно казана, да. Ну, с этого и начинается все. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.